Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, наконец-то понедельник, боже мой, как надоели эти выходные, ведь, ну, на самом деле ничего плохого в выходных-то нет, по определению, но самое неприятное, что рынок-то не работает, рынок у нас родимый, российские и зарубежные площадки, мы не можем с вами применить наши умения, наши выдающиеся умения. И вот, наконец-то понедельник, время 18.04 в Москве, и мы традиционно встречаемся с вами в эфире Финам.ФМ на программе «Сухой остаток», в которой, собственно, и разговариваем о том, что происходит сегодня на финансовых площадках. Тема сегодняшней программы – рынок облигаций, и расшифровываем евроклир, госдолг, иностранные инвесторы. Самое интересное – понять, как это все дело взаимосвязано, наверняка же есть какая-то связь. – Я представляю моих сегодняшних гостей. Это Дмитрий Грицкевич, главный аналитик инвестиционного департамента «Проссвязьбанка». Добрый вечер, Дмитрий. – Добрый вечер. – И это Станислав Саминов, аналитик «Урса Капитал». Добрый вечер, Стас. – Добрый вечер. – Уважаемый слушатель, для вас информация традиционная. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы. И также для этого можно использовать интернет-ресурс, сайт компании «Финам.ФМ». Пишите, задавайте свои вопросы. Ну и просто делитесь собственными мнениями по этой теме, либо просто по рынку в целом. Начиная сухой остаток, я в это время традиционно рисую картину маслом, что мы видим на это время на финансовых рынках, как они сегодня двигались. Надо сказать, надо отдать должное. Движения сегодня были номинальные. И более того, мы не увидим через 30 минут, как мы это делаем обычно, не увидим присоединившихся к нам американских коллег, потому что сегодня у них праздник. Они празднуют. Ну и мы просто поздравляем с этим праздником. Праздник президента называется сегодняшний день, день рождения Вашингтона. Ну а помимо их, помимо американских коллег, сегодня мы видим следующее. Достаточно вялые движения на всех финансовых площадках. Ну, начну я с наших. Вот РТС выбрался в положительную территорию, правда делает это пока так вяло-вяло. И в моменте приближает 0,06%, 1578 его текущая котировка. ММВБ чуть больше. В плюсе 0,1%, 1509. Значит, Европа сегодня торгуется разнонаправленно. В основном это была некая негативная макроэкономическая статистика. Ну, может быть, ожидания некие негативные. В частности, вот индикатор британского рынка FTSE 100 под водой на 0,2% его текущей котировки. Ну, американцев, я еще раз повторю, мы увидим только завтра. Опять они закрыли разнонаправленно. Доу Джонс чуть прибавил, СИПИ чуть потерял, но, в принципе, все в пределах предыдущей торговой сессии. Особо, особого движения нам они не задали на сегодня. Значит, царевые рынки и Форекс. Нефть марки Брэнк также практически стоит на месте чуть, ну, в районе 118, чуть ниже. Далее золото, надо отдать должное, да, было волатильным на прошлой неделе и практически укололо 1600 долларов за унцию. И сегодня открылось с небольшим гэпом вверх в моменте 1610. То есть, чуть прибавляет. Евро-доллар в районе ходит, ну, в пределах фигуры 33.34, 1.3360, его текущая котировка. И, кстати, надо сказать, что доллар-иена, ну, иена опять начала падение, видимо, в результате событий, о которых мы говорили. И, наверное, сегодня упомянем их событий выходного дня. Далее, и основной набор голубых фишек сегодня в основном в отрицательной территории. Газпром лучше рынка, больше процентов прибавляет. Рост телеком больше полутора процентов. Ну, и Сбер, можно отметить, чуть ниже, чуть меньше процентов. ВТБ, правда, да, тоже в положительной территории, но еще скромнее. Вот, все остальные, все остальные в красной зоне. Ну, еще раз повторю, все-таки сегодняшние торги достаточно индифферентные, на мой взгляд. Вот такова картина маслом на этот момент. Давайте начнем разговор. Ну, разговор, давайте начнем, Санислав, да, с общих каких-то рассуждений, с общих идей, если не сложно. Вот я для себя пометочку сделал. В память того, что американцы сегодня празднуют, да, надо, наверное, упомянуть о результатах саммита большой двадцатки, который в России проходил, да. Ну, и чуть позже поговорим о Европе. Там на следующей неделе выборы в Италии. И товарищ Берлускони рвется к власти, как это может оказать влияние, да, на рынке. Ну, вот по поводу Г-20, если можно, Стас. Ну, саммит G-20 не преподнес каких-то особых сюрпризов. Еще до появления саммита появились, скажем, высказывания Кристин Лагарда и других видных представителей власти, которые говорили о том, что, скорее всего, на саммите будет принято решение о том, что все страны, так или иначе, будут стремиться ограничить конкурентную девальвацию валют и, соответственно, не прибегать к этому инструменту для стимулирования экономического роста. Ну, и сюрприз был, в основном, заключался в том, будут ли ругать японцев. Да-да-да. Пригласили ведь, да, их, как мальчика для битья. Да, но они нашли, что сказать. В итоге в Каменике ничего по поводу Японии не содержалось. Кстати, именно поэтому, может быть, сегодня, да, и Никей 2% сделал с утра, и иена опять начала падать. Да, инвесторы расслабились. Расслабились, да. Ждали, что накажут, а их вон что. Что можно дальше продолжать эту гонку. С учетом того, что в скором времени поменяется председатель Банка Японии, который займет более агрессивную позицию в стимулировании монетарном. То, что нравится Синзо Абе нынешнему премьеру, то в этом случае тогда можно ожидать, что пока им по рукам не дадут. Ну, да. Ну, то есть мы можем говорить, что, ну, как минимум, да, стороны Японии курс на ослабление японской иены, курс на, так сказать, да, увеличение ликвидности, известная монетарная политика, она может продолжиться. Ну, у них заявлено то, что они к 2013 году, к концу 2013-2014 году будут расширять объем выкупа активов и таким образом пытаться стараться бороться с дефляцией. Ну, чем это все закончится, непонятно, потому что сегодня, например, агент СНП выпустил релиз, согласно которому рейтинг Японии был оставлен без изменений и прогноз негативный также был сохранен. Ему указали то, что посмотрим, как эта политика будет действительно работать. И если ничего интересного, ничего полезного не даст, то в этом случае можно ожидать роста процентных ставок и тогда уже вопрос будет, как они будут обслуживать свой госдолг, который является крупнейшим среди более разных стран. Совершенно верно, совершенно верно. Это проблема очевидна. Хорошо, помимо этого, помимо этого, как я уже проанонсировал, на этой неделе мы, по крайней мере, да, наблюдаем за выборами на Кипре. Ну, стоит, Дим, об этом говорить. Кипр такая маленькая страна, что, в принципе, наверное, на никакого влияния... В общем, да, на самом деле, потому что страна достаточно маленькая. В общем-то, всем, наверное, понятно, что все европейские власти будут стараться не допустить такого долгового пожара, как вышло с Грецией. Поэтому, на самом деле, мне кажется, это не самой главной новостью будет. Ну, а, кстати, безусловно, но вот если предположить, что какой-то пожар там разгорается, он по масштабам такой же, как в Греции? Или, не дай бог, как предположить, как в Испании там? Ну, тут надо понимать, что еще Кипру, скорее всего, придется в спасение подключиться к России, потому что там большие интересы. Это интрига, да, это всегда интрига. Ну, поэтому, да, здесь, наверное, все же не должны допустить таких проблем. То есть, условно говоря, да, ну, уж я не говорю о банкротстве, но о эскалации проблем кипрских, да, финансовых проблем, не в чьих интересах? Пока вообще весь долговой кризис в Европе, он находится в таком спящем режиме, в пассивном, скорее всего. Тут надо, наверное, смотреть все же на... То есть, если сравнивать его вот с известными пожарами и прочей, да, историей, то он сейчас тлеет. Пока, да, да. Хотя, все-таки, он не погас, да, Стас? Он тлеет, и искра может возникнуть, потому что от результатов выборов на Кипре будет зависеть позиция Германии, будет ли она предоставлять помощь Кипру. Ну, там похожая ситуация, как в Реции, да, когда мы год назад вот тоже переживали, и там могли прийти либералы или, наоборот, радикалы. Меркель просто хочет добиться жестких требований. Выполнения, выполнения, да, 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 чтобы там была осуществлена программа приватизации, чтобы самые интересные активы были распроданы, чтобы как-то стабилизировать долговую нагрузку. Вот, и Киприоты, конечно же, пока это совсем никак не приветствует, вот, но посмотрим, как им выкрутят руки. Ну, они могут, кстати, свою позицию обуславливать вот именно тем, что знают прекрасно, за спиной у них Россия, у России там огромный интерес, и ежели что, мы позвоним там, кому надо, и все будет хорошо. Как ты думаешь, Дим? Ну, нельзя, конечно, такое исключать, но, в общем-то, в целом, наверное, там игра идет такая, которая, наверное, недоступна пока широкой массе. Да, да, да. Публике. Пока все за кулисами, да, за кулисами. Здесь как бы сложно рассуждать, наверное, на эту тему. Ну, на самом деле, мне кажется, рассуждать всегда можно, сложно, не сложно, тем более, когда мы информации, да, особо объективной не знаем. Ну, и еще буквально у нас есть полтора минуты до первых новостей. Вот интрига, есть ли интрига выборов в Италии, или это все тоже такой больше пиар-ход со стороны, там уже Берлускони? Ну, я думаю, что, в принципе, интрига есть, там, несмотря на то, что итальянцы прописали в Конституции требования, чтобы они дефицит госбюджета не превышали в определенных рамках, так или иначе, Берлускони пообещал отменить налог на недвижимость и ряд других непопулярных мер. Ну, то есть он как популист выступает сейчас, да, исключительно? По-моему, он другую позицию никогда не занимал. Ну, это понятно, да, сейчас в том числе, потому что пришли, да, известные нынешние власти и начинают, естественно... Он может финишировать с небольшим отставанием, там просто проблема будет формирование коалиции, удастся или не удастся так же создать то правительство, которое бы продолжало бы путь Марио Монте. Вот, в этом как раз и заключается интрига. Ну, и можно вспомнить про испанскую ситуацию. В Испании собирают петиции по поводу стремления отставки Мариана Рахоя, посмотрим, как там политический процесс закончится. Ну, там опять эта отставка связана с событиями вот этими неприятными, да? Да, коррупционные скандалы, и, соответственно, если и в Италии, и в Испании будет все это в таком же ключе развиваться, тогда уже возник вопрос по поводу продолжения этих реформ, и тогда уже, может быть, долговые рынки начнут так немножко выходить из текущего спокойного состояния. И состояние тления, да, и вновь мы увидим некое воспламенение. Ну, пока об этом нельзя судить, конечно. Да, пока мы не будем об этом судить, понятно, что все это в ожидании. Значит, тем не менее, я сейчас предлагаю послушать новости на Финам. Да, вот единственное, что время у нас еще какое-то есть до них, и в этом случае я проанонсирую. Да, а потом уходим, а потом продолжим разговоры. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Дмитрий Грицкевич, главный аналитик институционного департамента профсиазьбанка, и Станислав Савинов, аналитик Урсакапитал. Тема сегодняшней программы – рынок облигаций, евроклил, госдолг, иностранные инвесторы и все, что к этому можно отнести. Дим, давай тебе вопрос, ты как будешь основным спикером в этой теме сегодня, хорошо? Да, конечно. Так вот, давай нам расскажи, по крайней мере, наверняка есть, я думаю, это не постоянные наши слушатели, а те, кто, может, присоединился к нашей программе, первый раз, второй раз, наверняка есть те, кто не совсем понимает, о чем идет речь. Что же такое евроклир, а потом уже, естественно, чем он хорош для российского рынка? Ну, если говорить в общих чертах, да, евроклир и клирстрим – это две крупнейшие, фактически единственные клиринговые компании международные, которые создают, в общем-то, олигополию на рынке клиринговых услуг. Они обеспечивают, фактически гарантируют совершение сделок с ценными бумагами. И вот на примере российского рынка вместе с нашим центральным депозитарием они создают инфраструктуру для прямого доступа иностранных инвесторов на российский рынок. То есть по такому принципу, в общем-то, работает рынок еврооблигаций, да, это вообще крупнейший по объему рынок долговой. Да, и теперь будет работать наш долговой рынок, в общем-то, то есть начнутся торги с ОФЗ, с корпоративными бумагами и, в общем, как нам обещают, там со следующего года уже с акциями. Вот, если говорить... То есть, другими словами, этот самый евроклир – это некая структурная такая история, инфраструктурная история. Да, это именно инфраструктурная история. Которая, вот основной ее плюс, насколько я правильно понял, это возможность, ну, прямого-непрямого, но гораздо более простого доступа иностранного инвестора на российский рынок. Ну да, здесь для иностранного инвестора самое главное то, что вот именно операционные риски совершения сделок, они не находятся там на стороне российской компании, да, или там российского оператора, брокера. Они в основном лежат на стороне международной клиринговой системы, которой во всем мире все инвесторы доверяют, считают ее эталонной. То есть, главное здесь опять, да, вопрос доверия. Потому что мы знаем прекрасно, да, что когда инвестор иностранный смотрит на Россию, да, он еще в цены всегда некие, да, нерыночные риски еще забивает, политические так называемые. Ну, да, в целом, это, конечно, для нашего российского рынка это огромный шаг в своем развитии. Ну, в общем, пока мы еще не до конца дошли, да, вот в этом преобразовании, безусловно. Ну, как минимум, да, это первый шаг или может быть там следующий какой-то. Главное же двигаться. Много раз, да, и в этой аудитории, еще не сказал, и в этой студии мы много раз отмечали, да, что рынок Российской Федерации, вот он плох, ну, в кавычках поставим или не в кавычках, плох по следующим причинам. И одна из этих причин как раз была инфраструктурная причина, что у нас просто нет механизмов, элементарных механизмов, говоришь обо всем остальном. Стас, как ты думаешь, ну, очевидно, да, что это позитивный шаг с точки зрения воспринятия иностранного инвестора нашего российского рынка? Ну, тут можно сказать, что это все проводится в рамках движения к МФЦ. Наконец-то иностранные инвесторы могут привычным образом получить доступ к нашим ценным бумагам для начала гособлигациям. Пока это внебиржевые сделки, там в марте начнутся уже, собственно, биржевые сделки. И потом уже в дальнейшем будет открыт доступ к субфедеральным бумагам и корпоративным. И уже 1 июля 2014 года уже к акциям. То есть иностранные инвесторы, минуя риски контрагентов, могут просто получить, наконец-то, доступ к российским ценным бумагам и, соответственно, совершать с ними операцию. Эффект, ну, помимо имиджа, еще и непосредственно прямой. Доходности ОФЗ существенно снизились с момента анонсирования этой идеи и полной реализации. Пока фактически деньги не дошли до нас, ну, так или иначе, но так или иначе идея эта уже сработала и позволила существенно снизить доходности. И спровоцировала бум на первичном рынке, если не ошибаюсь, в четвертом квартале 2012 года. Совершенно верно. Вот я об этом хотел, Дим, да, тебя тоже спросить. Смотрите, ну, так уж рынок устроен. Сначала мы, так сказать, видим его движение на ожиданиях, чего бы то ни было, да. А потом по факту, как правило, да, мы наблюдаем движение противоположное предыдущему. Слава Богу, вот в этой ситуации пока такого еще нет. Вот Станислав абсолютно верно, да, рассказал о том, что в ожидании того, что случится, да, с этим, что он начнет работать в 2013 году, и неделю назад, по-моему, да, он официально уже начал. Я точно так называю, в феврале. Не суть важна, а в феврале. В связи с этим мы видели действительно бум на рынке ОФЗ, как минимум, весь четвертый квартал прошлого года. Именно поэтому, да, этот спрос повлиял на доходности этих самых ОФЗ, и они сейчас уже, я бы сказал, не очень привлекательны, да, или гораздо менее привлекательны, чем было. Отсюда вывод, да, не может ли, вот в этом случае, как, знаете, известные, да, покупая на слух и продая на фактах. Не может ли вот по факту случиться так, что оно все заработало, а уже это не очень интересно для иностранного инвеста. Как ты думаешь? Ну, на самом деле риски такие есть, объясню почему. Потому что весь 2012 год мы, в общем-то, видели, активные покупки уже были со стороны нерезидентов. При этом это не просто нерезиденты были, а, в общем-то, крупнейшие инвестбанки, которые имеют свое представительство в России и, в общем-то, уже достаточно здесь активны на нашем рынке. То есть, что называется крупный капитал, ведь мы всегда говорим о том, что мы привлекать, хотели бы привлечь клуб крупные и долгие деньги, да, не спекулянты. То есть, вот это вот все ралли, которое наблюдалось на рынке в прошлом году, оно было сделано как раз руками уже нерезидентов, которые уже зашли на наш рынок. Сейчас, да, после официального объявления, что все, Евроклир заработал, теперь может быть какая-то вторая волна притока иностранных инвесторов. Ну, ее пока нет, я правильно понимаю? Вот сейчас ее пока мы не наблюдаем. Сейчас мы ее не наблюдаем. Сейчас, там, можно сказать, новые инвесторы там приходят, они смотрят, они совершают какие-то незначительные тестовые сделки. Опробуют, да, эту систему? Можно сказать, технически, как это работает? Технически, документы, оборот, там, и все прочее. Но именно вот в таком объеме, который можно там было бы ожидать, как говорил нам, там, те же представители Евроклира, что они ждут там до 20 миллиардов долларов, Такое сейчас нет. Потому что в том году наши ОФЗ были привлекательны по доходности, они показывали реальную положительную доходность. Сейчас мы видим рост инфляции, фактически, там, 15-летний ОФЗ балансирует на грани нулевой реальной доходности. Ну, и все это сводится к тому, что все же наши бумаги, они интересны, но для того, чтобы в них реально пошел сейчас капитал, ну, очевидно, что какая-то коррекция, она, скорее всего, должна быть. Ну, и с точки зрения элементарной техники, да, ну, сейчас мы видим не самое. Я бы не ждал, что там будет глубокая коррекция, как мы видели в середине прошлого года, ну, скажем, там, по длинным облигациям, там, 50-байсных пунктов по доходности, ну, по-моему, нормально. Кстати, эту цифру я вот, да, и от тебя в очередной раз, и много раз, что где-то коррекции в районе 50 БП, значит, на рынке ОФЗ наблюдает. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, Игорь, вы в эфире говорите. Добрый вечер, вы можете подсказать, как резиденту, да, гражданину Российской Федерации, инвестора, обычному физику, покупать и продавать, например, те же самые облигации за евро или за доллары. То есть, чтобы убрать конвертацию рублевую. А те же самые, какие вы имеете в виду? Наши отечественные? Ну, ну да. Какие вообще? Вообще, есть ли доступные облигации, которыми можно торговать за валюту и вообще физику? Физику, вот в этом ключе вопроса. Оптимально, находясь в России, да, купить, например, за доллары или за евро какие-нибудь бумаги или тот же самый индекс РТС и так далее. Ну, Дима, я вам ответь сейчас. Спасибо, Игорь, за вопрос. Ну, в общем-то, я думаю, что речь идет о еврооблигациях российских эмитентов. Ну, здесь надо просто выбрать брокера, который предоставляет доступ к этому рынку. Совершенно верно. Ну, там, конечно, на рынке еврооблигации комиссии будут выше, чем на, там, скажем, локальном рынке, потому что это все же вне биржевой рынок. То есть, здесь без услуги, как бы, посреднику уже не обойтись. Ну, да, такая возможность есть. Просто надо выбрать. И у физика, да, о чем мы говорили, у частного инвестора такая возможность есть? У частного инвестора есть. Если я не ошибаюсь, он там должен быть в статусе, там, квал-инвестора. Ну, это статус, легко приобретаемый. Можно получить. Да, ну, собственно, ответили мы, да, на вопрос, по-моему? Думаю, да. Добавить нечего, Стас? Да, думаю, нет. Давайте вернемся тогда, значит, к евроклиру и посмотрим на то, вот, каковы перспективы дальнейшего движения. И, кстати, что тоже важно, и уже вопросы, ну, традиционно, по крайней мере, когда мы говорим о рынке долговом, этот вопрос возникает. А как рубль будет себя чувствовать? Ведь, наверное, логично говорить опять, да, Дим, смотри. Вот мы вспоминаем ситуацию на долговом рынке отечественном конца прошлого года, ну, вот, четвертый квартал. Мы видим укрепление российского рубля и, видимо, и по этой причине тоже. Соответственно, вот сейчас он в начале этого года, да, заперт в узком диапазоне. Мы его тоже озвучивали, там, ну, грубо, 30 рублей, 30-20 копеек, там, 30 снизу, 20 сверху, 30-20 сверху. Узкий диапазон 20 копеек всего. Ожидание притока новых денег обязательно подействует на курс рубля к доллару, в сторону укрепления рубля и до каких пределов? Ну, на самом деле, вот, сейчас рубль держит, наверное, не евро, клир даже, а массированное размещение еврооблигаций российскими имитентами, которые, там, привлекая валюту для своих нужд, они ее меняют на рубли, собственно говоря. Поэтому, в общем, мы видим сейчас бум на рынке как раз еврооблигаций, который, там, сменился рынком ОФЗ, там, ралли на ОФЗ. Ну, в целом, да, вот, текущий уровень, сейчас корзина стоит у беда ЦБ, и, там, дальнейшего какого-то существенного укрепления мы, например, не видим. То есть, наоборот, там, ближайшая цель, там, техническая, рубль-доллар, там, 30-50-30-90, там, вторая цель. Ну, то бишь, наверное, все же мы ждем такого легкого ослабления. Ты, кстати, вот, видишь, Дима, про беды ЦБ вспомнил, да, по корзине ты имеешь в виду? Да, да. Ну, а если говорить просто о курсе доллар-рубль, Стас, ты как имеешь в виду? Я разделяю такую точку зрения, я думаю, что... То есть, вот, ключевой момент, мы сейчас, да, на уровне 30-ти стоим, и, скорее всего... Да, объясняется, это действительно хорошие конъюнктуры на Западе, которые позволяют нашим заемщикам привлекать нестранные ресурсы, которые они потом конвертируют в рубли. Вот, и в целом, высокая нефть. Вот, но сейчас налоговый платеж, налоговый период заканчивается. Дальше американский рынок 7 недель растет, нефть отлично коррелирует. Это уже прогнозы пошли у тебя. Дальше американский рынок 7 недель растет, я записываю помедленнее. Нефть коррелирует очень хорошо с СНП, так или иначе, мне кажется, выше 120 долларов мало реалистично пока на ближайшее время. А сейчас уже практически, да, вот стоит... Да, 18-19 долларов там уже несколько дней. Вот, и так или иначе, я думаю, что никто с СБ пока не хочет бороться, проверять его на прочность, и поэтому... Хотя СБ все-таки, да, он такой, он говорит, я лояльно смотрю на эти вещи, мне главное, чтобы стабильность была. Ну да ладно, мы сейчас об этом еще раз поподробнее поговорим, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, мы обсуждаем сегодня тему, связанную с долговым рынком Российской Федерации, с приходом Евроклира сюда, ну и так далее, и тому подобное. В гостях у меня Дмитрий Грицкевич, главный аналитик инвестиционного департамента Промсвязьбанка и Станислав Савинов, аналитик Урсакапитал. Значит, мы ушли на новости, рассуждая о возможном курсе доллар-рубль. И я так понимаю, если это не так меня поправьте, то мои гости согласились, что текущие уровни, в принципе, локальным максимумом можно назвать, и дальнейшее укрепление вряд ли. Да, Станислав? Ну, вероятность этого не очень велика. Но, тем не менее, вот смотрите, значит, укрепление рубля мы сейчас связываем с активным заемом наших корпораций. На рынке евро. На рынке евро, да, денег за рубежом. Вот эта активность, она, в принципе, имеет какую-то временную составляющую? Ну, условно говоря, первый квартал обычно так происходит, а второй квартал эта активность падает. От чего это зависит? Ну, в общем-то, это скорее от рыночной конъюнктуры зависит. То есть, когда компании могут предложить, да, инвесторы готовы купить большие объемы по приемлемым ставкам, то это называется открытое окно, да, инвесторы стараются, имитенты стараются по как можно больше там разместить своих бумаг. То есть, да, рыночная конъюнктура там периодически ухудшается, соответственно, все, поток размещения прекращается. То есть, вот последние несколько лет первичный рынок именно вот в таком ключе жил. Это имеешь в виду именно во временном, да, во временной составляющей, в таком ключе, то есть? Ну, да, то есть появляется возможность, аппетит к риску растет. Это не связано со временем года, это не связано там с... Ну, наверное, сложно сказать, да, если мы говорим там о традиционных майских коррекциях, то, что традиционно в мае там конъюнктура ухудшается, то, наверное, да, то есть в мае размещений, как правило, не бывает. То есть можно привязать и к этому? Ну, в первую очередь, это вот именно там динамика аппетита к риску на рынках. Данислав, про 7 недель мне понравилось, если можно поподробнее расскажи, пожалуйста. То есть... Я не совсем понимаю, что 7 недель. Ну, мы в предыдущей части, да, ты говоришь, что потом 7 недель растет, потом 7 недель растет. Это о чем было-то? Или я просто не так у тебя понял, может быть? Не знаю. Нет, но это имеется в виду, что по итогам прошедшей недели индекс S&P показал рост 7 недель подряд уже. А, вот в чем дело. Он вырос на прошлой неделе там на 0,1%, и это стала седьмая неделя его рост. Ну, в таком случае давайте мы два слова о нем тоже скажем. Действительно, S&P сейчас стоит на верхах, 1520, да, сейчас вот ближайшее сопротивление, он протестировал, отбился от него. Насколько возможно дальнейшее движение вверх, как думаешь? Ну, я думаю, тут в первую очередь нужно вспомнить про фискальный обрыв, часть вторая. Ну, там сложно уже, да, части уже сложно разделять. Уже аналитики JP Morgan, наверное, у них есть инсайт, вот они уже понизили прогнозы темпов роста ВП в этом году. Штатовские. Да, указав на то, что вероятность того, что секвестр будет неизбежен, она высокая, потому что республиканцы после того, как в конце года выступили Обаме, на этот раз не готовы. Ну, они будут упираться до последнего. Иначе они тогда уже совсем потеряют свои позиции, вот. И так или иначе, если ничего там такого не случится, то, в принципе, думаю, что вероятность этого есть. Ну, почему-то на фондовом рынке США это пока вот как-то незаметно. Незаметно, да. Возможно, вот после экспирации, которая в пятницу состоялась, со вторника начнутся совершенно другие движения. Пока об этом сложно сказать, потому что сегодня все спокойно. Ну, сегодня, да, понятно, по какой причине спокойно, просто нет. Ну, и возвращаясь к валютному рынку, опять же, говорю про высокую корреляцию индекса S&P и цен на нефть. В этом случае, ну, я не ожидаю чего-то такого серьезного, но какое-то движение вниз может наступить, и рубль тогда отскочит от психологического уровня в 30 рублей, там, когда-то далеко пока высоко не пойдет, потому что КУИ продолжается. И, там, по поводу тезиса «Продавая на фактах», всегда после объявления, оглашения, то, что будет новое равное количество смягчения, по факту какая-то коррекция наблюдалась, но после этого все равно «don't fight the fat». Ну, да, продолжалось то, что не может не продолжать. Дальше печатный станок. Совершенно верно. Их надо на что-то тратить, да? Да, конечно. Давайте, вопрос у нас есть от Андрея из Иркутска. Андрей пишет, спасибо гостям за мнение по Кипру, вы знаете, люблю я этот остров-сокровищ, ну, действительно, очень часто он реагирует на наши разговоры, воспоминания о Кипре. И вопрос гостям. Если посмотреть до конца этого года, как вы думаете, это будет рынок, ну, я, Андрей, упрощу немножко твой вопрос, если послушаю, это будет рынок долговой, рынок облигаций или все-таки рынок акций, да, через какое-то время он придет в движение, по какой-то причине, я, правда, не знаю, пока не вижу этих причин. Данислав, как ты думаешь? Ну, если посмотреть на рынок акций и посмотреть на такой очень популярный мультипликатор P.E., он сейчас на очень низких уровнях, он, наверное, самый дешевый развивающийся рынок наш, поэтому рынок акций, конечно же, тут бесспорно привлекательный, но вот в плане горизонта до конца года тут нужно смотреть, все-таки, я думаю, что на облигации тоже стоит обратить внимание. Сложно сказать. Смотри, вот нет парадокса здесь, с одной стороны, действительно, если P.E., да, P.E. мы смотрим, они минимальные, ну, если сравнивать, да, с развивающимися рынками, что делает, естественно, да, как бы достаточно привлекательное вложение в российские акции и какие-то перспективы рисует и доходности и прочие вещи. И, тем не менее, капитал не идет сюда. Почему, Дим, как ты думаешь? Это не парадоксально? Что же не брать? Ну, на самом деле, все-таки, если мы говорим о том капитале, который идет в облигации, который идет в акции, все же немного разный капитал, потому что, ну, иностранные инвесторы очень, они все-таки пугливые, и они понимают и оценивают риски. С одной стороны, это риски, скажем, ОФЗ, государственные риски, а здесь это риски, в общем-то, тех компаний, да, корпоративные риски, и здесь все зависит, там, фактически в российском бизнесе от того, насколько ты, там, близко дружишь, там, государством просто-напросто. То есть эти риски, они не зависят, там, от ОПН и так далее. То есть здесь какой-то, наверное, инсайт все же больше и глубокое понимание российского бизнеса. Ну, скорее всего, да, вот это со вторым я бы соглашусь, хотя глубокое понимание российского бизнеса сводится опять к тому, да, к пониманию некой психологии ведения этого бизнеса, которая, к сожалению, достаточно своеобразна. Ну, так и, тем не менее, как ответить на этот вопрос, Дима, как бы ты ответил? На твой взгляд, этот год будет рынком облигаций? Прошлый год был однозначно рынком облигаций, но это ралли, как бы оно закончилось, что мы сейчас видим, что в еврооблигациях спред к трежерис, к базовому активу, он, там, на минимум с 2007 года сужаться дальше. Ну, как бы можно, но явно такого ралли уже не будет. В ОФЗ тоже практически там все отыграно. Есть потенциал в длинных бумагах, там, те же 50 BP, но это, опять же, не то ралли, которое уже было. А вот в акциях, да, действительно, что если идея с либерализацией рынка в 2014 году, она будет развиваться, если у нас там будет убран вот этот вот потолок АДРов, на котором как раз там... То есть, если дальнейшие шаги мы будем делать, то я думаю, что вполне мы можем увидеть этот год именно рынка акций. Ну, здесь, конечно, да, нельзя забывать о тех черных лебедях, которые периодически взлетают, о тех коррекциях. То есть, глобально рынок акций сейчас выглядит, на мой взгляд, несколько более интересный, обладает большим потенциалом. Но вот будет ли этот потенциал реализован, это, конечно, вопрос. Тем более в течение этого года, да, это сложно ответить. А еще, смотрите, возможно ли ситуация, некая ситуация, когда деньги, которые мы видим уже, или которые, может, еще придут на рынок долговой, будут в качестве альтернативы перетекать на рынок акций? Или такую альтернативу инвестор вряд ли рассматривает? Вряд ли. Иностранные инвесторы, которые сюда приходят, покупают наш государственный долг, они не будут смотреть на акции. Это немножко другая категория инвесторов, это скорее хедж-фонды какие-то. А если мы говорим про гособлигации, это скорее институциональные инвесторы, которые жестко, четко инвест-декларации, они не будут вкладывать в акции российских имитентов, как правило. То есть, я просто объясню, почему вопрос прозвучал. Мы в этой же студии, да, с вашими коллегами, такой вопрос несколько раз, такой вероятный несколько раз обсуждали. Вот мы говорим о том, что рынку акций не хватает, нашему рынку акций не хватает серьезного капитала, длинных денег. Откуда и он может взяться? Скорее всего, он придет из-за рубежа, но вот откуда и когда? Ну, когда, опять-таки, не вопрос времени, да, через неделю в 12 часов ждите капитал. А когда, имеется в виду, что должно произойти, да, вот как события в России должны развиваться, чтобы инвестор почувствовал такую необходимость? Ну, я так понимаю, Дим, да, это опять шаги в сторону создания некой инфраструктуры, опять-таки, улучшения. Цивилизованного рынка. Ну, и, в общем, поменьше различных там международных скандалов там. Кстати, международные скандалы, ну, дело даже не в скандалах, да, о конъюнктере макроэкономической говорим. Вот она, как правило, тоже ведь оказывает влияние, да, Станислав, если все хорошо вокруг, ну, вокруг России, там, в Европе, в Америке, то каким-то образом инвестор начинает посматривать, да, благоприятно на наши акции. Ну, это важное уточнение по поводу макростатистики вокруг, потому что российская макростатистика, ну, очень небольшое влияние оказывается, непосредственно, на рынок акций. То есть, мы всегда говорим, опять парадокс наблюдается, российская статистика на отечный рынок оказывает самое малозначительное влияние, да? Если мы говорим про долговой рынок, там, влияние инфляционных ожиданий, там, сейчас все ждут, когда Банк России, наконец-то, приступит к смягчению. А ты, кстати, ждешь в ближайшее время, что ставки будут понижаться? Да нет, пока нет еще. Дима, а ты как? Последние заседания уже, я где-то читал, есть ожидания, там, порядка 30 на 70, что уже он мог снизить. Ну, по последним ожиданиям, просто перед этим заседанием была очень интересная ситуация, когда ЦБ уже критиковал и президент, и там, Минэкономразвитие, да, что ему говорили, что пора бы уже снизить ставки, потому что экономика замедляется. Но, в общем, на последнем заседании ЦБ отстоял свою позицию, показал свою независимость, как, в общем-то, и должен действовать любой Центробанк мира, и ставки сохранил на фоне высокой инфляции. Ну, мы ждем замедления инфляции где-то ближе все же к началу лета. Об этом также, например, говорит Минэкономразвитие, ЦБ, который говорит, что сейчас мы пик инфляции уже проходим в феврале, после чего некоторое замедление будет. И мы, возможно, уже подойдем, как бы, к верхней границе цели ЦБ, это, там, 6% инфляции. Но тут тоже не стоит забывать, потому что в середине года у нас перенеслось, там, повышение тарифа на середину года, и, то есть, там можно увидеть очередной всплеск инфляции. И вот, сможет ли ЦБ вклинить сюда свое понижение ставки или нет, тоже остается таким вопросом. Успеет ли понизить, да, успеет ли отчитаться? — Последние инфляционные данные за февраль, мы как раз видим, что, может быть, пик мы сейчас проходим, но все равно задел еще очень большой, целевой таргет 5-6%, а сейчас инфляция годового выражения 7,2, если не ошибаюсь, еще целый процент. — То есть в этой ситуации снижать ставку, да, это нелогично? — Ну, последние данные по промпроизводству указаны, что вероятность-то возросла, но еще говорить об этом рано. — А вот, кстати, я буквально где-то смотрел на ленте новостей, вот, да, вот как раз индекс ценпроизводитель в России в январе снился на 0,4%. То есть это может каким-то опережающим индикатором быть для ожидания, соответственно, снижения инфляционного давления. — Хорошо, хорошо. Значит, мы заговорили, собственно, с вами о ситуации в России, экономической, и давайте поговорим немножко о российском фондовом рынке. Начнем с основных индикаторов, в частности, вот РТС, ММВБ. Тоже ведь, ну, может быть, в этом есть определенная логика, даже наверняка есть, но тем не менее, если говорить о том же СНП-500, да, вот он стоит на хаях, он практически не корректируется. А и РТС, и ММВБ все-таки просели, несмотря на высокую нефть, несмотря на старших братьев, что называется, да. Это можно как-то объяснить с ней снова? — Наверное, ожидание той же самой коррекции. Мы просто развивающийся рынок можем немножко заранее все эти движения отыгрывать. Ну, я думаю, что мы так или иначе движемся к январскому гэпу, после чего, соответственно, уже можно ждать формирования новой волны вверх. Посмотрим, как оно будет на самом деле. — Дим, ты как думаешь? То есть исключительно по технике? Действительно надо гэп закрывать? — Исключительно по технике. В общем, да, гэп надо закрыть. Возможно, мы увидим это закрытие гэпа вместе с какой-то небольшой коррекцией по СНП. Ну, в целом, наверное, там после семи недели роста для СНП какая-то коррекция, она возможна, но перспективы для дальнейшего роста, они, в общем, пока сохраняются. — Так, если говорить о технике, у СНП тоже гэп остался незакрытым, поэтому надо разбираться и с ним. Сейчас мы еще раз слушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья, последняя часть сухого остатка на Финам.ФМ. Значит, мы посвящаем ее, эту последнюю часть, обычно ответом на вопросы, ну и, собственно, разговариваем с моими гостями в плане неких перспектив видения рынка. Кстати, я напомню, сегодня у гостяга Дмитрий Грицкевич, главный аналитик инвестиционного департамента Финам.ФМ и Станислав Савинов, аналитик Курса Капитал. Для вас, уважаемые слушатели, тоже на всякий случай. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495 и также сайт компании Финам.ФМ. Это для слушателей. Ну что ж, давайте начнем. И, Станислав, собственно, давайте так я общо, общо сформулирую, так сказать, тему нашей последних 12 минут. Давайте поищем некие идеи, потому что отсутствие идеи, это тоже, да, одна из явных, отрицательных сторон российского рынка. Нет идеи, нет, ну, низкие пинаиды, это не идеи все-таки, согласитесь. Так вот, есть ли где-то идеи на российском рынке, включая рынок облигаций, кстати, да? Давай. Ну, что касается...